Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Сегодня ночью жестоко расправились с владельцем одного из магазинов города. Акимобласти посетил с рабочей поездкой Жанаркинский район. Общественники хотят взыскать с одного из кафе города более 2 миллионов тенге за нарушение авторских прав. Убийство отверткой. Сегодня ночью четверо неизвестных проникли в магазин в центре города и расправились с владельцем торговой точки с помощью отвертки. Преступникам удалось скрыться. На месте происшествия работают сотрудники полиции. О случившемся подробнее Миром Гуслакимбаева. Супруга погибшего в шоке. В то, что ее мужа убили, она до сих пор поверить не может. Курмаш Мирзабеков, хозяин магазина, в эту ночь, как обычно, вышел на дежурство. Под утро семье сообщили, в магазине произошло преступление. К слову, на бизнесмены и раньше покушались. Как отмечает сын погибшего Гани, несколько недель назад кто-то пытался ограбить магазин. Тогда его отцу удалось спугнуть преступников, чудом сохранив себе жизнь. Родственники подозревают, что здесь орудуют одни и те же люди. Раскрыть преступление полиция не спешит. Между непосредственным ограблением и данным случаем, примерно неделю назад, отец увидел подростков, которые пытались вломиться через форточку. Отец находился внутри, он сторожил. И после того, как увидел их, вернее, после того, как попытался им помешать, они убежали, и отец смог их так разглядеть. Невнятно, конечно. К месту преступления не пройти. Вокруг оцепления съемочную группу телеканала «Первый Крагандинский» полицейские выгнали. С этой стороны обойдите. Какие агрессивные вещи? А вы идите. С этой стороны. Супруга не выходила из машины. Первое время Кадиша Бухарбаева отказывалась от комментариев. Спустя пару минут женщина все-таки решилась высказаться. Первое, что я хочу сказать, за что милиция получает деньги? За что? Это не первый случай. Тысячи таких случаев. За что они деньги получают? Каким-то подросткам мы даем возможность вот такие дела делать. Не даем ход другим людям. Это что такое? Чем они вообще там занимаются? Сидеть в конторах, только чаи распивать? Прошлый раз был звонок. После этого никаких исследований здесь не вели. Не допрашивали. Вот так вот. Вот они и обнаглели. Они пришли второй раз, они пришли третий раз убили. Они ни перед чем не остановятся. Убитая горем женщина свои эмоции сдерживать не стала. Пусть милиция работает, чтобы мы видели, что они работают. Они вот так вот сидели, чаи распевают. Как не поедешь, так чаи распивают. Свидетели уверяют, убийц было четверо. Все в масках, на руках перчатки. Судя по всему, злоумышленники заранее планировали расправиться с владельцем магазина. Ну, воросо было. Ну, не поймали вроде бы. А этот раз опять вот эти вот видели жители, что три или четыре в масках, перчатках. А одного видели, как он кинул в окно кирпич. Родные убитого боятся, что и в этот раз правоохранительные органы останутся равнодушными к случившемуся. А чем виноват тот человек, который занимается делами? Чем виноват этот человек? Тем, чтобы его убили и похоронили? И чтобы он ничего не увидел? А они будут видеть дальше. Я требую, чтобы их поймали. И на заточении, на всю жизнь я буду сама за этим следить. Вот лично сама я буду бить их до последнего. Пусть они меня убьют, если раз такое дело. И моя цель, чтобы это все решилось. И на полпути никак не останавливалось. Основная цель – добиться справедливости. Чтобы люди были наказаны. Те, кто это совершил. На месте, где произошло жестокое убийство, сейчас работает следственная группа. Карагандинские стражи порядка уже ищут преступников. Песни Григория Лепса сыграли с карагандинским кафе «Абажур» злую шутку. За прокрутку композиции известного певца на увеселительное заведение подало в суд общественное объединение исполнителей казахских песен. Общественники хотят взыскать с абажура более двух миллионов тенге. На прошлой неделе состоялся суд. Дело оставили без рассмотрения. Какое отношение имеют исполнители казахских песен к творчеству короля российской сцены, выяснял наш корреспондент. Эта история длится уже почти два года. Песни Григория Лепса «Только цветочки». Общественное объединение по защите авторского права било за сотрудничество с кафе «Клубом Абажур». Получив отказ, они пошли на крайние меры. Все, что касается авторских прав, должно содержать изначально волеизъявление автора как договора. То есть в законодательстве есть понятие авторского договора. То есть должен быть какой-то первичный документ, который бы выражал волеизъявление автора, передать защиту своих прав конкретной организации. И то есть какая-то живая подпись, живое волеизъявление должно на каком-то этапе существовать однозначно. Здесь было представлено огромное количество документов, конечно, очень трудно было выбирать. И мы исходили из того, что все-таки наличие аккредитации, оно должно служить доказательством хотя бы того, что государство, оно проверило законность, правомерность действий какой-то организации и наделило ее свидетельством об аккредитации. То есть начиная с получения данного свидетельства, деятельность предприятия, организацию, вернее, можно было не проверять. Однако опытный адвокат решила все проверить. Как оказалось, срок аккредитации объединения исполнителей казахских песен истек. И мы уже просто начали проверять порядочность и законопослушность остальных организаций. Но, тем не менее, получился очень неприятный инцидент. То есть в январе 2012 года, оказывается, я об этом узнала не так давно, ИП Маликова действительно привлекли к административной ответственности. И при этом якобы был изъят 9 плеер, при помощи которого воспроизводились записи Григория Лепса. По словам правозащитника, в административном деле якобы появились поддельные документы. Это договоры на аренду музыкальной аппаратуры. Как ни странно, руководство заведения об этом даже не догадывалось. По их словам, фамилии указаны в договоре аренды, взяты с потолка. То есть есть акт якобы изъятия DVD-плеера, в котором указана комплектация этого DVD-плеера. Самое интересное в этом деле, какое отношение имеет к нему Григорий Лепс. То, чтобы именно эта организация представляла его интересы, абсолютно доказать невозможно. Слушание по данному делу прошло на минувшей неделе. Служители Фемиды иск в отношении кафе «Абажур» не удовлетворили. Сами общественники от комментариев отказались, пояснив лишь, что будут обжаловать решение суда. Под нашим массовым шантажом мы решили облагородить себя, заключить соглашение. Хотя мы не знаем, они имеют ли право или нет. Амина Смакова, Толя Генрошитов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натижет» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натижет» с заботой о вашем здоровье. Аким области продолжает рабочую поездку по региону. На этот раз Боржан Абдишев побывал же на Аркинском районе. Здесь областной глава посетил ряд объектов производственного назначения и агропромышленного комплекса. Программа поездки в Жанаркинский район была особенно насыщенной. Боржан Абдишев осмотрел цех по переработке мяса и цех по разливу кумыса компании «Женес». А это угольный разрез «Жалын» компании «Сарарка Энерджи». Глава региона ознакомился с перспективами развития данного предприятия. К слову, здесь разработали план ускоренного проектирования и более мощной отработки месторождения. По новой программе производительность разреза была увеличена до 2 миллионов тонн в год. Предприятие обеспечивает работой местных жителей. На разрезе работает 470 человек, причем почти треть работающих – это жители Жанаркинского района, более 100 человек. Средняя зарубная плата на разрезе составляет 113 тысяч ленге. Затем Акимобласти ознакомился с производственной деятельностью головной нефтеперекачивающей станции от АСУ компании «Кастронсойл». Через станцию перекачивается нефть для потребителей КНР. Сердце станции – насосное. Здесь все по последнему слову техники. В том числе новая система диспетчерского контроля и управления. Мы производим контроль визуально. При необходимости можем забрать управление и производить в местном диспетчерском пункте. То есть, нам управлять станцию, запускать. Еще одним объектом посещения стал молочный завод СПК «Зергер Агра», построенный по кредитной линии аграрной кредитной корпорации. Технологическая линия болгарского производства, установленная еще в 2009 году, до сих пор простаивает из-за отсутствия оборотных средств. В связи с этим Акимобласти поручил СПК «Сараркан» в месячный срок рассмотреть этот вопрос. Я думаю, реструктуризацию проблем не будет. Посмотрите, выгодно все кусты. Здесь посмотрите участие СПК. Если мы входим, здесь реструктуризацию мы выйдем инициаторами сделаем. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Во время поездки состоялось несколько встреч Акимобласти с жителями ряда населенных пунктов района, на которых он рассказал о работе, проводимой местными органами власти по реализации задач, поставленных президентом страны по улучшению жизни населения. Обсуждались и имеющиеся проблемы. Например, в селе Яралиево нет больницы и аптеки. Требует ремонта дорога, соединяющая село Инталы с районным центром. А в селе имени Жумажаново назрела необходимость в строительстве новой школы. Взамен пришедшего в аварийное состояние. По этим и другим вопросам глава области дал соответствующие поручения. Глава государства поставил перед нами задачи по дальнейшему развитию села. Поэтому я посещаю все районы и села региона, чтобы увидеть все своими глазами. Встречаюсь с населением. Конечно, в вашем районе, как и в целом по области, еще имеется ряд немаловажных проблем. Сразу их решить невозможно. Но постепенно мы будем решать их общими усилиями. Чтобы повысить качество жизни населения, как того требует Нурсултан Назарбаев. Карагандинцев приглашают принять участие в траурном митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий, который состоится 31 мая в 10 часов утра возле памятника жертвам политических репрессий на пересечении улиц Сейфулина и Степной. К другим новостям. В Караганде завершились Дни культуры и искусства Казалардинской области. Все три дня были насыщены встречами не только с жителями Караганды, но и районных центров. В делегации казалардинцев около 170 человек. Это не только археологи, краеведы. К нам в гости приехали художники и артисты. Как говорили в эти дни, вся культура Казаларды собралась в Караганде. Сегодня артисты Казахского музыкально-драматического театра Казалардинской области порадовали театралов горняцкой столицы спектаклем «Слезы памятника». Современная тематика привлекла зрителей. Кому чуждые любовные страсти, обманы и честолюбие чиновников. Все как в жизни. И как в жизни ответы надо искать самому. Спектакль посетил заместитель Акима Карагандинской области Бесимбай Жумабеков. Узнать друг о друге как можно больше – вот, наверное, главная цель Дни культуры. Дни культуры необходимы для нас. Они дают материал для новых тем в произведениях, укрепляют дружбу. Недаром такие события поддерживаются и администрацией президента страны. Дни культуры Казалардинской области завершены. Теперь визит за нами. В ноябре делегация отправится к Казаларду. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Новый Карагандинский детский сад Батирек подготовил к школе первых своих выпускников. 90 будущих первоклашек отпраздновали свое взросление большим почти галоконцертом. Завтра они придут в школы на смену тем, кто перешагнул порог школярства и ступил во взрослую жизнь. Больше месяца готовились малыши к своему первому выпускному празднику. Вместе с ними волнуются их воспитатели и, конечно, родители. Мамы и папы, дедушки и бабушки украдкой роняют слезы и подбадривают своих самых любимых ребятишек. Совсем, кажется, недавно они с трудом выговаривали свои первые слова. А теперь читают стихи, да не просто так, а с выражением. Сколько труда, терпения, вдохновения вложили воспитатели в своих таких непохожих друг на друга ребятишек, история умалчивает. Зато результат налицо. Бодрые, веселые, озорные, не теряющие присутствие духа при такой серьезной аудитории – все это дело рук воспитателей. Именно они научили, не умев вести себя в обществе, друг с другом читать, писать, считать. Воспитатели показали всю свою работу на утренниках, которую они проводили, что они научили, чему они научили детей, как они их воспитатели, как они их воспитатели воспитали. Хочется сказать, конечно, работа воспитателя очень тяжелая, кропотливая, но когда видишь лица детей, когда видишь результат, конечно, душа радуется. Почему такая прекрасная профессия – воспитатель – не сильно привлекает молодежь? Может, они еще не в состоянии оценить и понять ту любовь, которую они получают от детей? Для этого праздника мы упорно, долго готовились, учили танцы, стихи. Все дети очень старались показать свои таланты. Что может быть прекраснее доверчивых и озорных глаз ребенка? Сегодня родители за своих детей говорят спасибо воспитателям. Это они дают настрой на всю жизнь этим маленьким гражданам Казахстана. Сергей Высокосов, Толеген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Учимся служить народу. На первый год при Каргу работает школа получения практических навыков по работе в государственных органах. Сегодня в пятый раз выпускники этой школы получают дипломы о прохождении такой практики. Пятый год осуществляет в свою деятельность этот уникальный проект. Он наработал свою систему, приобрел традиции. Любой студент высшего учебного заведения Караганды может подать документы, получить тестовое задание и при наборе определенных баллов проходить практику в тех государственных органах, с которыми заключен договор. Каждый студент вправе выбрать ту направленность, по которой он обучается в ВУЗе. Это и экономика, и право, и культура, и общественные связи. Этот проект нужен для молодежи, и каждый студент, наверное, который сегодня получит диплом о прохождении практики, я думаю, что в скором, в ближайшем будущем войдет в эту элиту будущих государственных служителей нашей республики. С этого года проект перешел под крыло Управления молодежной политики Карагандинской области. Студенты получают практические навыки, знания о работе государственных служащих. Да и работодатели после окончания ВУЗов не без интереса отнесутся к полученному дополнительному диплому, ведь активная позиция, мобильность, организованность занимает не последнее место при приеме на работу. Данный проект приносит только положительные черты в устройство казахстанского государства, так как молодежь – это будущее нашей страны, и именно в этих руках будет заключаться политика будущего Казахстана. Студенческая практика в государственных структурах – занятие очень серьезное. Об этом говорит простой факт. Из 46 претендентов на получение диплома, испытания и тестирование выдержали только 22 человека. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сделано в Германии, в Карагандинском государственном политехническом университете открылась выставка по использованию возобновляемых источников энергии. Организатором ознакомления с инновационными проектами стало посольство Германии в Казахстане. Немецкое агентство Дена предложило вниманию посетителей выставки 26 инновационных проектов. Сегодня в Германии возобновляемыми источниками энергии производится 38 гигаватт энергии. К 2050 году планируется использовать 80% от добываемой энергии традиционным способом с помощью энерговозобновляемых источников. Горючие ископаемые конечны, а возобновляемые источники – это регенеративные источники, которые могут быть использованы в любой стране. Использование таких источников является важнейшей задачей всех стран, и Казахстана в том числе. Мир сегодня стоит перед энергетическим кризисом, причин тому много. Растет численность и плотность населения, на Земле постепенно исчерпываются топливные ресурсы, происходят изменения в атмосфере и биосфере планеты. Стандартная традиционная энергетика представляется тупиковой для дальнейшего эволюционного развития общества. Сегодня мы присутствуем на открытии выставки «Возобновляемые источники энергии сделаны в Германии». Я думаю, именно последняя фраза «сделано в Германии» она еще раз отражает то, что сегодняшняя выставка проходит под высочайшим знаком качества, потому что мы прекрасно знаем и владеем информацией об опыте Германии именно в части возобновляемых источников энергии. Уже на сегодняшнем этапе развития альтернативных источников энергии экономисты подсчитали, что стоимость производимой ими энергии гораздо ниже, чем традиционным способом. При этом сохраняются топливные ресурсы страны. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Бизнесменов приглашают на встречу с чиновниками. Завтра, 31 мая, в 15.00 в актовом зале Историко-культурного центра первого президента в Тимиртау состоится выездная акция «Чиновник и предприниматель» под председателем заместителя прокурора области. В акции примут участие руководители областных и городских государственных органов, представители Национального банка, фонда ДАМУ и Союза Автомикен, а также других объединений бизнеса и общественных организаций. В ходе акции будут рассмотрены проблемные вопросы предпринимателей Карагандинского региона. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Сегодня стартовал первый этап областных соревнований по велоспорту. В первенстве принимают участие более 90 спортсменов из Караганды, Тимиртау и Сарани. Соревнования проводятся согласно программы, положениям, которые составляются в начале года. Могу сказать сразу же, что у нас несколько дней тому назад закончились соревнования в программе третьих республиканских молодежных игр. И соревнования проводятся один раз в четыре года. Значит, наша команда заняла первое место. Своими планами на ближайшее будущее поделился участник соревнований, призер минувших азиатских игр Валерий Макареев. Закончились соревнования чемпионата Азии, был второй в командной гонке. Потом готовились к молодежным играм на треке в городе Астане, третье молодежные игры. Там выступила наша команда, хорошо заняла первое место в общем зачете. Сейчас готовимся к молодежным играм на шоссе в городе Талдыкургане. Финальные гонки и торжественная церемония награждения состоятся 2 июня. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok